12 февраля 1929 года Теплоход с символическим названием Ильич привез Троцкого и его жену Наталью Седову и старшего сына Льва к берегу Стамбула Решением советской власти Троцкий был изгнан из Советской России и временно поселился в Стамбуле Первоначально Троцкий жил примерно месяц в российском консульстве на улице Истекляль И примерно через пару месяцев он поселился вот в этом доме, который находится за моей спиной Это замечательная белоснежная вилла, которая не всегда была такой великолепной У нее очень сложная, длинная, трагическая судьба И сегодня мы расскажем вам об этом Субтитры создавал DimaTorzok Ну и как я обещал, немного про вот этот замечательный дом, этот особняк на берегу Босфора, который выходит своим фасадом на чудесный вид на часть Босфора и противоположную часть, на котором расположены уже жилые кварталы Стамбула Во времена Троцкого, конечно, их не было Дом этот построен в 1865 году, назывался он тогда особняк Янарос Площадь дома при постройке составляла 950 квадратных метров К нему прилагается участок в 3500 квадратных метров В доме, когда в нем жил Троцкий, было 18 комнат и 5 ванных Вполне себе комфортно жил Лев Давыдович Повторюсь, маловероятно, что дом был приобретен в собственность самим Троцким Судя по всему, это была какая-то неопределенная собственность Советской России Попавшая в руки Советской России уже по наследству от Российской империи Впоследствии, после пожара 1931 года, дом был частично разрушен И на его территории, в маленьком домике, которого сейчас нет, проживал сторож со своей семьей Забавно отметить, что впоследствии потомки этого сторожа даже претендовали на собственность на этот дом И в 2015 году уже новый владелец этого дома, нам неизвестно, каким образом он его приобрел В свою очередь продает этот дом в разрушенном состоянии До практически основания разрушен был дом Там были стены, какие-то каркасы, вещающие двери и прочее Так вот, в таком состоянии дом был продан за 4,5 миллиона американских долларов Судя по всему, в дальнейшем он был восстановлен, судя по тому, что мы видим И сейчас здесь проживают 4 семьи Вот такая замечательная история этого дома, этого места И человека, который этому месту принес известность Человек, который, прибыв издалека в чужую страну, провел здесь 4 счастливых года Ну и что-то значимое сделал Обжившись на Принцевых островах, Троцкий начинает все больше и больше общаться с своими соратниками Которые разбросаны по всей Европе А некоторые из которых даже приезжают из Советской России специально к нему сюда Разными окольными путями Троцкий ведет активную работу И он уверен в том, что он вернется в Россию Он изменит ту неправильную советскую власть, которую строит Иосиф Сталин в Советском Союзе И, конечно, это не может не беспокоить демона революции и демона советской власти Иосифа Виссарионовича Сталина Который все больше и больше обращает внимание на активность Льва Троцкого в Стамбуле На активность троцкистских кружков в Советской России Уже начинается некий террор в России против последователей Троцкого И, конечно же, НКВД и агенты НКВД очень активно следят и участвуют в жизни Троцкого 1 марта 1931 года случается пожар в этом замечательном доме Некоторые историки считают, что это было покушение По другой версии поджигательницей была дочь Троцкого Которая, ну, прям, скажем, была немножко не в себе И через пару лет покончила с собой в Берлине Версий много, также много рассуждений о гибели архива Троцкого Дело в том, что Троцкий сумел вывести из России гигантский архив Коминтерна Архив, который содержал огромное количество документов В том числе рукописных документов Владимира Ильича Ленина На самом деле архивы не сгорели Потому что уже в 1936 году Троцкий продает 20 тысяч единиц архивного хранения Парижскому филиалу Амстердамского института социальных исследований А впоследствии продает часть своего архива Гарвардскому университету Действительно, этот бесценный архив содержал огромное количество документов Свидетельствующих о истории русской революции Именно о том, о чем Троцкий писал И надо отметить, что помог вывести из Советской России этот архив Троцкому Бухарин Который впоследствии смертельно пострадал от Иосифа Сталина Но тем не менее, вот эти документы были вывезены Тогдашний глава Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк Высоко ценил роль Ленина и Льва Троцкого В успехе национально-освободительного движения Турции Ататюрк даже сделал Ленина и Троцкого почетными членами Меджлиса Турции Тогда это было название парламента Турции И это звание действительно было очень высоким Такие звания давались немногим людям И это подчеркивает то, как Ататюрк ценил помощь Советской России И вообще России в национально-освободительном движении Турции Многие левые в Турции с восторгом восприняли прибытие Льва Троцкого на берега Босфора Троцкий упоминал Турцию как крупного игрока на политической карте Европы И даже говорил о том, что необходимо создавать некий тюркский коммунистический союз Тюркскую коммунистическую федерацию И эта идея очень нравилась левакам Турции 30-х годов 20-го века И в общем, конечно, Троцкого восприняли здесь с восторгом Но вернемся к бытовым условиям Льва Давыдовича, который прибыл в Турцию Я уже говорил о том, что он месяц-полтора прожил в российском кольственстве Многие встречали его на истекляль в кофейнях Он много общался с белыми грантами и перемещенными в Турцию эсерами Которых здесь было в изобилии Но через полтора-два месяца Троцкий с семьей переселяется вот в этот замечательный белокаменный дом У дома этого интересная история Вообще-то он принадлежал посольству Российской империи До падения империи и до появления Советской России Троцкий достаточно быстро обустроился в этом доме И, как пишут современники-биографы, были куплены пианино, библиотека Работала повариха, две машинистки-переводчицы на английский и французский язык В скором времени сюда же приехала старшая дочь Троцкого Зина со своим сыном Внуком Льва Давыдовича Ну и даже Лев Давыдович начал издавать здесь некий бюллетень оппозиции Любопытно отметить, что по прибытию в Стамбул У Троцкого было на руках 1500 американских долларов Которые ему выдали сотрудники ГПУ По официальной версии иных средств у него не было Некоторые историки полагают, что дом был приобретен Троцким На самом деле это не так И, судя по всему, дом некоторое время и продолжительное время после отъезда Троцкого Находился в собственности у Российской Федерации, в Советской России Что с ним произошло дальше, это, конечно, тоже длинная, интересная история Но мы к ней вернемся чуть позже На Принцевых островах Лев Давыдович начал писать и закончил писать книгу «Моя жизнь» и важнейший труд в своей жизни «История русской революции» Вообще, время, проведенное на Принцевых островах, Лев Давыдович называл периодом огромной теоретической и литературной работы над историей русской революции Биографы Троцкого отмечают, что действительно его деятельность на Принцевых островах здесь, в Турции Была исключительно плодотворной, очень энергичной Он много думал, писал, общался с возможными политическими деятелями Правда, он не встречался с Мустафой Кемалем Ататюрком И этому есть объяснение В то время Турция поддерживала теснейшие связи с Советской Россией Дружила Турция с Россией, в том числе и деньгами И, конечно, Ататюрку было сложно в этой ситуации разорваться между Львом Троцким и Иосифом Сталином Который оставался правителем Советской России и, конечно, не был другом Троцкого После пожара марта 1931 года семья Троцких с марта 1931 года по январь 1932 года живет на берегу, на материковой части Стамбула, в районе Кадыкёй Потом на некоторое время переезжает обратно на эту виллу Вилла полуразрушена после пожара И в 1932 году Троцкого лишают советского гражданства Сталин входит в силу Если в 1929 году он еще не смел расправиться с Львом Троцким насмерть на месте, как говорится, в Москве То теперь он предпринимает все шаги, чтобы каким-то образом справиться с Троцким Все переговоры, которые велись с Львом Давыдовичем о том, чтобы он прекратил политическую деятельность и отошел от дел Увенчались неуспехом Агенты НКВД уезжали ни с чем Никто не мог убедить Троцкого в том, что он должен прекратить противоборство со Сталином И, конечно, это противоборство перешло в активную фазу В июле 1933 года Троцкий покидает Турцию, покидает Принцевые острова Переезжает во Францию, впоследствии в Норвегию и потом, как мы знаем, в Мексику Где в августе 1940 года Симон Меркадер убивает Троцкого при помощи ледоруба Это общеизвестная история Но мы сегодня говорим о Принцевых островах и об этих четырех годах, которые провел Троцкий в этом райском месте Как я уже говорил, он очень много и очень плодотворно работал Он принес в мир несколько политических трудов Оценивают их по-разному До сих пор существует огромное количество последователей Троцкого И в том числе в Турции Например, сейчас в Турции существует некая организация Социалист Эсетлик Название переводится социалистическое равенство И, собственно, эта организация прямо сейчас, прямо сегодня, прямо вот здесь Стоит на платформе идеи международного коминтерна 4-го интернационала Того самого, в котором участвовал еще Лев Давыдович Троцкий Идеи Троцкого действительно удивительно живучи Они распространились по всему миру Их исповедовал Че Гевара Многие латинские, латиноамериканские революционеры В Африке, в Европе, везде распространились идеи Льва Троцкого Собственно, оценки этим идеям, конечно, разнообразны И я лично, например, не могу сказать, чтобы эти идеи несли мир, равенство и свободу людям Троцкий стоял на жестких позициях распространения социалистической революции по всему миру Причем срочно, на штыках Известно, что еще в 1929 году он планировал вторжение в Индию, в Германию и так далее То есть создание там неких базисов социалистического сопротивления И освобождения стран от тех правительств, которые там были Ну, идеи действительно грандиозные, прямо скажем Но назвать их созидательными довольно сложно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok